МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпидемия на варте фальсификациял. На данный момент аккредитовано более 40 тысяч национальных наблюдателей. Поэтому говорить о том, что наблюдения нет, вообще не приходится. Лукашенко, як ведома коронавирус, перомох, а вось Ярмошина имим коронавирусу не допустить на выборчай участки назиральников. Сдек з людей із закону. Свояку политвязня Паула Северинца падманули, пообецавши выпустить политика. Для меня, для самой, это дзевосная информация, что сказали, что его будуць выпускать. Я была опевнена, что до выборов никто таких активистов выпускать не будет. По 500, але не для усіх. Якіе заробки нас очакають пасля выборов. С начала года поступление налогов в бюджет снизилось примерно на 20%. Поэтому перспектив увеличения зарплат в два раза даже не всем бюджетникам, а отдельным категориям я не вижу. Скоротите личбу назиральников до пяти особо на участку в основный день голосования и до трех в часе до терминового. Гэткую пропонову старшинный центр выборкам у Лидии Ярмошиной чальцы ЦВК подтримали одинагалосно. Новое обмежавание на упросту разбивая планы альтернативных Лукашенко-кандидатов. Притягнуться до назирания, як мага больше грамадзянов, каб не допустить фальсификацию голосования. Тыму протягни Юлия Лабанова. Забеспечить голосность на выборах, а минавито дозволить выборникам фотографовать бюллетені, а при падліку голосов демонстровать назиральникам кожный бюллетень. Такую пропонову от выборчого штабу Светланы Тихановской центральная выборчая комиссия навыто разглядать адмовилася. Зато я постановила скратить кулькость назиральников на выборчих участках, спасылаючийся на эпидемию коронавіруса. На данный момент акредитовано более 40 тысяч национальных наблюдателей. Поэтому говорить о том, что наблюдения нет, вообще не приходится. Поэтому и принцип будет. Будут продемонстрируют журнал тогда председатель участковой комиссии тем, кто будет недоволен. И покажут, кто очереден. Гэтак вызначать особо у допущенных до назирания будуть поводлі принципу черговасті. У звязку с парадком подавання ад їх заяву на акредитацию. Лік назиральника на участку мая не перевышать 5-й у основный день голосования, не больше за 3 при детерминовом голосовании. Такую логику ящи можна було б зрозуметь, каліб гэта ина утрымлювалася у постанове першопочатковой. Каліб загадзя людзі ведалі гэтае правилы. И тады б на їх можна було керавацца. Зараз мы бачим, што по многих участках метана керавана уже некалькі тыдняв регістраваліся, вылучаліся правиладныя назиральнікі. На сёння выборчая комісія акредитавалі каля 43 тысяч назиральнікаў. Гэтэ лік ўжо перавышае вызначеную колькас назиральнікаў на участках. Прыгэтым больш за 70% спису складаюць працтавнікі правиладных аб'яднаннёў і партэў. Ті довірають громадяне працтавніх назиральніку. Ой, тады не надо ни в коем случае, ни в коем случае. Тільки назиральнікаў тех, які будуть честніе выборы, і щоб лукашенці і духу не було. Многолетня практика показала, що це інструмент, який працтавні не в нашу пользу. Вот і все. Якщо будуть і наблюдателі независимі, то выборы все рано будуть нечестні. Чому? Ну, патаму што, каў гаваріў і зеўрмошна, главное, как считаюць. Працтавнікі Светланы Тіхановска і Віктора Бабарыкі да і Валера Цапкалы заклікалі своіх прихильнікаў записываццаў назиральнікі, каб фіксаваць фальсіфікація. Аб'яднанны штаб пралічываў і умаверны план ЦВК обмежаваць працў назиральнікаў і паралельна распрацовуваў на обвешчанам каманды і Валера Цапкалы Хакатоні – альтернатыўны інструменты зулі камдзейнага законыдаўства. Боўш за 200 ўдзельнікаў распрацованыя рознах шталту айті рашэнні для альтернатыўнага падліку галасоў на теперешніх выборов. Гэта дае махчымасць як самім выбарцам, так і назиральнікам даведацца дакладна, колькі галасоў было ададзіна за якого кандыдаты. Андрей Дмітреў таксама заклікав грамадзянаў до актыўнага назирання і зулікам зменав прапанаваў свой план. Дамахчыся працтавіць на усіх ўчастках па адным назиральніку ад кожнага з пяці кандыдату на президента. Мы адразу кажем ЦВК, што розумеў, што гэта не па законі. Алі, калі я не кажу, што ситуація надзвычайна, і праз гэта прымаюць рашэння па абмежаваннях, значыцца треба прымаць і гэта рашэння, мінавіта керуючыся гэтым зразуменнім надзвычайнага стану. Сюліта назираць за президэнскімі выбары меня будуць і працтавнікі АБСЕ. Паводля міжнародных назиральніка ў беларускі БОК недаслаў ўям офіційнага запрашэння. Хоць айчынная Міністерства замежных справа ўстевяджае, што запрашэння накіраваля адразу пасля рэгістрація кандыдату на президэнцтва. Юлія Лабанова, Белсат. Гэтак і не сустрэлі. Дзве гадзіны свайкіся брыды паплешнікі чакалі вызвалення палітвязня Павла Северынца. Аднак марна. Хоць акурат сёня ў палітыка завершався термін чарговага арышту. А таму лічба беларускіх палітвязняў, які застаюцца за кратамі, не зміншылася. 25 асобаў. Тэму працягне Наста Каханович. Чакалі, чакалі, але гэтак і не сустрэлі. Палітыка Павла Северынца мусілі выпустіць сёня чатвёртай гадзіні. Прагэта маці і жонцы паведамілі правоохоўны органы. Для мене, для само, это дзівосна інформація, што яго, ну што сказалі, што яго будуть выпускаць. Я была пэвнена, што да выбара ўніхто з таких вось активістів выпускаць не будзе. Правообаронцы прызнаюць 25 зняволіных ў беларускіх турмах палітычными вязнями. Двое з їх хацелі стаць кандыдатамі ў президэнты. У СІЗА КДБ опынуліся і ті, хто был ў ініціативной групі Віктора Бабарыкі. Дзмитрі Карака, до прикладу, был затриманы разом з Віктором і Едуардом Бабарыка. Яго віновацець в ўхаліні адвыплаты падаткав. Не так давно адвокат встречался с Дмитрием і розказував, що він бодр, в такому нормальному состоянию, хорошо держався. В письмах очень благодарить нас за все, за підтримку. Административний переслед за пошні два місяці зазнали більше за 400 чоловік. Сирот їх – відомий активіст Дмитр Палиєнко. Ні начальства ЦИП і ВС не даёт інформацію, ні дежурны, ні по телефону, ні в личному присустві, ні в суді, ні в канцелярії, нигде. Ніхто не даёт никакой інформації. Яго суділі на 15 сотніў за фотосдымок у соціальних сетках, дзе быцем байон, трымаючу ў руках кастрюлю, заклікаў до флешмобу. Жонка-активіста каже, што цяпер яму далі 45 сотняў, за што астатній – неясна. Молоды чалавек так сама обвість ў голодоўку. Ён гаваріць, што плаво себя чуствуюць, што ўму нужна помаўў. Приходзіць місная медсістра, каторяў дежуріць в ІВС, меріць ему температуру, давліня і гаваріць, што ўму скорая помаўў не нужна. Жаніха Надзе і Солодка і Вяргілі ўшака затрымалі ўгородні разам с Сергеем Тихановскім. Яго, як і блогера, віновацець ў падрыхту цыдзеню, што груба парушаюць грамадскі парадок або ўделу ўх. Пішет он каждый день, но пісма обычно я получаю только раз в неделе, то есть там сразу 5-6 штук. Он мне пишет, что в принципу у него то же самое. Пішет, что очень много получают писем от неравнодушных людей, то есть за один раз могут порядка 37 конвертов принести. Амаль месяц тому затрымалі адміністратора телеграм-каналу «Беларусь головного мозгу» Ігора Лосіка. С тых часоў жонка яго не бачыла, а лісты приходзець затрымкай. Почему, еслі ты высказываеш какое-то мнение, которое отличается от мнения государства, себя должны за это либо сажаць, либо даваць штрафы, я так не считаю. Это все очень ужасно, и этого быць не должно. Большыць ваяков затрыманых перакананая, мушчыны ни учым не виноваты. Испадзяюцца на вызволення родных. Наста Каханович, Белсад. Сына не вызволили, дэшы и маці арештавали. 810 рублёв штрафу за удзелу пікетах 30 травня и 7 червеня отрымала сёння Татяна Северинес. Сённяшній суд – это яшы один пакашык того, што наши чакані марныя. Яны знуку будут вот так вот ляпацца, як пирашкі те протоколы, и людей будут судить, присуджать им гэты штрафы, давать сутки. Ну, карате и резервация. Судзя Дзянис Алексеенко признав активистку виноватой поводлядразу двух протоколов. З милицейских показаний выникает, што Татяна Северинец на подставе сбору подписов узяла активный удел у несанкционованных пікетаваннях з выкарыстаннім плакатаў «Свободу Тихановскаму», «Свободу Статкевичу» да іншымі. Адзначалі таксама, што яна скандавала лозунги «Жыве Беларусь» і «Стоп Таракан». Гэта была ўжо четвёртая спроба осудзіць жанчыну паводлі тых самых протоколов. Да гэтуль судзі їх не аднаразова верталі дапрацовуваць. Тым часам обвиновачаная ствержала, што аніяких плакатаў ў ейных руках не было. Аднах гэта не замінула судзі прислухацца да паказанню сведак. Што раз перад выбарамі мы чуем чарговые абяцанкі Лукашэнкі прароста заробкаў. А горклая адчакання па 500 ў першыню прагучала 14 гаду таму. Сёня середні заробакы саправды каля гэтая сумы, але фактична яго маюць менш за полову беларусов. Ну а што нас чакая пасля 9 жнівня, высветляла Анастасія Русецкая. Двойче на год адмысловцы збил стату деляцца падрабязнамі звездками пра аплату працы. Середні травянскі заробак паводля офіційных дадзінах склаў більш за 1200 рублёў. Прыгэтым медыянны не дотягнуў навад 9 сотень. Гэта значыць, што палова працавніков Украине пасля адлічэня падаткаў мае на руках каля 320 долароў ў эквиваленте. Выглядая на тое, што наславутые па 500, большасць можа не различваць. 500 долларов – это, конечно, мне только снится, потому что, ну, не знаю, как там для мужчин, для женщин. У нас такая традиция, что даже если ты хотя бы 600 рублей зарабатываешь, это уже нормально. На 500 долларов надо работать 3 месяца, мне, например. Я работаю не в государственной сфере, и зарубки разные. Наверное, где-то уже два года 500 долларов есть. Ну, там плюс-минус. 500 долларов мы никогда не зарабатываем. Это, на мой взгляд, миф. Реальная зарплата – это, ну, по крайней мере, наполовину. А что, если мы сейчас 300 получаем долларов? Потому что работники бюджета – 375 рублей. Найлепшие зарубки традиционно в сфере информационных технологий. 3,5 тысячи рублей в среднем. Обумовлено это умовами глобального рынка работы, каже Ярослав Романчук. Когда, например, беларусов будет платить меньше, люди просто не будут в Беларуси работать. Они съедут в Польшу, съедут в Литву, съедут в Украину. Но вот в Россию теперь, которая будет вводить податковый маневр на зарубки айтишников. Середний зарубок, недосяжный для большинства беларусов, тримается теперь на обятцанном уладе узровне. У Першинюш мантра «платить по 500» прогучала у 2006 года, напереда дни президентских выборов. Эквивалент 500-600 долларов – это, наверное, потолок, который может выдавать беларусь экономика, причем не всегда. И без изменения модели экономики, без реформ у нас будут вечные качели от 500 к 300, потом, может быть, в хорошие времена от 300 опять к 500. Минулым месяцем Лукашенко пообяцал повысить зарубки аж но удвоя у наступной пятигодцы. Не дело, что у нас врач-учитель, культурный работник, имеют такую низкую зарплату. Ну, это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем. На думку Вадима и Осуба, это уся гоперад выборчая популистская обяцанья. Каб платить бюджетникам удвоя больше, треба, каб ответным чинам выросла экономика. Сейчас мы имеем картину другую. С начала года поступление налогов в бюджет снизилось примерно на 20%. Поэтому перспектив увеличения зарплат в два раза даже не всем бюджетникам, а отдельным категориям я не вижу. И когда улады будут глядеть на экономику, как на некую скрынку советскую, так, с серпом и молотом, как сегодня уже каже премьер-министр, в наступном году у нас у взрослой экономики будет 3,5%. Не маючи а не какого явления за кошт яких ресурсов, ну, это просто, видите, кухарка доуправлялась от державы. После выборов, повод для оценки Ярослава Романчука, нас чакает кризис, якого мы не бачили опошние 30 годов. Анастасия Русецкая, Белсад. Лукашенко не почу, дык, можа, хоть и его оппоненты прислухаются. Активистки руху МАЦІ-328, якие трымают голодок у везцы в остров Пуховицкого району Менщины, потребуючи перегляду справа у их детей, встречались с чальцами штабу кандидатки на президентство Святланы Тихановской. На встрече побывала и журналистка Галина Абакунчик. Активистки руху МАЦІ-328 трымают голодок у сьомый день срод головных потребований со встречи с дейным президентом Александром Лукашенком. До голодовниц приехали представницы штабу кандидата у президента Беларуси Святланы Тихановской. До двух матулей, которые ввестили голодовку, дадалась я еще одна, и зараз голодуют трое. Семый день дает про себя ведать. Самоотшивание женщин погаршается. Стою, сердце дрыгается, коленки колодятся. Не знаю, что к вечеру будет еще седьмой день, все-таки у меня заболеваний предостаточно. Врачи не приезжают, потому что мы звонили в исполком, а когда пришли люди, давали заявление, чтобы врачи приехали к нам, осмотрели нас, сказали, что даже никто не звонил. Поэтому, конечно, очень странно, что власти себя так ведут, тем более перед выборной кампанией. Женщины дамагаются, как относно их детей был перегледжен и присуд изменшенный термин сняволяния по возле так званого наркотичного артикулу 328. Его на четвертой частке, яка продогледжевая, самое жесткое покарание. До 20-ти годов сняволяния за выраб и распосуд наркотиков у складе организованной группы. У наших детей нет пароходов, нет самолетов, нет квартир, нет банков, чтобы деньги лежали. И наших детей сделали наркодилерами. Голодовницы закликают Александру Лукашенко обмерковать проблему, але без вынякова. Кандидатка на президента Светлана Тихановская обменила сустречу с матулями за годину, повод для семейных обставинов. Так приехала и поведомила, я еда верна особа Вольга Ковалькова. Активистки руху «Мати-328» пожадали перемоги Светлане Тихановской и подарили бел-червоно-белый букет. Женщины кажут, что их голодовка – акция так сама и политичная. Наверное, кто-то мне когда-то сказал, когда мы еще говорили, что не занимайтесь политикой, не ходите в политику. И мне сказала одна такая женщина, если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Сегодня это случилось. Активистки руху «Мати-328» постановили протягнуть голодовку, маючи сподзеванья, что влады все же прислухаются до их потребований. Галина Бакунчик, Белсад. У Киевским соборы святого Александра отбылося урочистое развитание с нашим суайчинником – войсковым медиком Миколаем Ильиным, який загину на Донбассе под обстрелом прароссийских боевиков, калі намагауся вытягнуть спад вагню пораненого пабрацима, а так сама целое шедного забитого украинского жаунира. На одной из позиций был поранен наш войсковец, ранен был осколком. Миколай адреагавал своечасово, своечасово оказал першую медичную допомогу. Усю, як мае быть, за кошт гэтага добрали житцё у Миколая. 36-годовый Миколай Ильин служил у воукраинских збройных силах по контракте у 35-й особной бригаде морской пяхоты. У 2006-м годе за политичных переконанья у молодых человек эмигровал у Эстонию и отрымау грамадзянства гэтай краины. У знак пашаны ягоную труну накрыли украинским, беларуским, дэстонским стягами. По словах дзявчины загинулога, прах Миколая плануюць развеять у трех краинах. І наприканцы выдання праеще одного нашага суячынника героя, толькі ўжо героя мирнага часу. Арнитолог Уладзіміра Івановскі свое жыцё пресвятів захаванню драпежных птушак у Беларусі. 73-гадовый навуковец уласна руч майструя гнёзды на верховинах древаў. Што тут скажеш? Без коментара. Все вперед. По трапинке. Где-то 695 гнёзд построены искусственных, различных. Как для крупных хищников, так и для мелких. Как для краснокнижных, так и для обычных видов. Потому что все страдают, как я уже сказал, от того, что все меньше и меньше деревьев пригодных для постройки гнёзд. Заработал сначала теоретические методы привлечения. Для этого нужно знать биологию хищных птиц. То есть нужно было найти как можно больше естественных гнёзд. Провести анализ их расположения. Как, где, на каких деревьях, в какой части кроны и так далее. На гэтую хвіліну у мене ўсё. У студы працаваў я, Валер Руселік. Больш новинов на нашей сторонце ў интернэце белсат.эу. Добрага вечара. Заставаеціся с Белсатам. Белсатам.